Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. В этот день, день рождения Ленина, а ему исполняется 145, и, как известно, он вечно живой. По традиции коммунисты подходят к Павзолею, затем в траурный зал входит Геннадий Зюганов с красными гвоздиками, и некоторое время молча один на один общается с Лениным и возлагает там коммунистические красные гвоздики. Так было, так есть и так будет, очевидно, всегда, пока тело Ленина находится в усыпальнице работы Щусева. Но в этом году к ритуальному маршруту добавился новый пункт – украинское посольство. Что там собираются делать коммунисты, как они собираются бороться с Ленинопадом в соседней стране, об этом Владимир Ломенский на прямой связи. Здравствуйте, Павел. Действительно, сейчас около, наверное, 100, может быть, 200 человек под красными гвоздиками субминалей, здесь, рядом с посольством Украины, сюда они пришли, как уже было заявлено, вот несколько минут назад, во время начала этой акции, для того, чтобы выразить свое недовольство тем, что теперь на Украине запрещена советская символика. Кроме того, есть преследование тех, кто придерживается коммунистической идеологии. Ну, конечно, недовольны представители КПРФ и тем, что сейчас памятники Ленина сносят. Ну, давайте сейчас посмотрим, какое количество человек находится здесь, с красными знаменами. Сейчас даже вот звукоусиливающая аппаратура тут есть. Сотрудники правопорядка за всем внимательно наблюдают. Выставили даже металлические ограждения. Ну, а сама акция вот эта проходит в формате встречи с депутатами. Они здесь действительно присутствуют, однако далеко не все из тех, кто сегодня был на Красной площади и подносил святык Мавзолею. Эту колонну там людей было значительно больше. Сглавил глава КПРФ Геннадий Зюганов в начальнице огромное красное знамя с серпом, молотом и пятиконечной звездой. Следом за ним два венка. После этого совсем еще молодые мальчики и девочки, которых сегодня, после уже посещения Мавзолея, Геннадий Зюганов прямо на Красной площади подсвятил в пионера. Надо сказать, что он сегодня в этом шествии принимал участие. Не один шел под руку с юной девушкой, 16 лет, но она от главы КПРФ из его рук на Красной площади сегодня получила, соответственно, уже партийное удостоверение. Теперь она является членом КПРФ. Ну, я спросил у нее, насколько, по ее мнению, сейчас актуальны те идеи, которые проповел Владимир Ильич Ленин. Она сказала, что он еще в политике не очень хорошо разбирается, но Геннадий Андреевич Зюганов, многому ее учит, и, наверное, в ближайшее время она сможет вот на этот вопрос ответить. Ну, выступая перед журналистами, глава КПРФ сегодня вообще сравнил Советский Союз с Царствием Божиим и сказал, что Владимир Ильич Ленин, в общем, по жизни был весьма обеспечен, все у него было хорошо, но, тем не менее, он оставил вот это все для того, чтобы претерпеть и лишения, и заключения, и ссылку, все лишь для того, чтобы построить вот Царство Божие, как сегодня заявил Зюганов. Ну, Ленина, кстати, он сравнивал сегодня и с Христом, говорил, что они придерживались одних и тех же идеалов, таких как любовь, мир, справедливость. Ну, вот сейчас, как вы видите, значительная часть из тех, кто принимал участие в возложении цветов к мавзолею, пришла к посольству Украины, и вот здесь происходит такой митинг, надо сказать, что здесь же присутствует мемориал, ну, в основном на нем говорится об убийстве журналистов, ну, в общем, убийца, убийцы, именно такие обращения к украинским политикам здесь, вот рядом с этим мемориалом и обозначены, но коммунисты стоят несколько отдельно от него, и, конечно, для них вот сейчас самая важная история – это то, что символика коммунистическая на Украине отныне запрещена. Ну, власти Украины Геннадий Андреевич Зюганов еще стоя на красной площади сегодня осуждал, помимо этого, кстати, говорил о великой победе 70-летия, которые мы должны отмечать 9 мая, без Ленина и Сталина этого бы, конечно, по его мнению, не произошло бы, но вот сейчас акция проходит достаточно спокойно, но хотелось бы отметить, что действительно далеко не все из тех, кто пришел отметить день рождения Владимира Ильича Ленина на Красной площади, после этого отправились сюда, к украинскому посольству, для того, чтобы заявить свой протест властям Киева. – Павел. – Да, Володя, скажите, пожалуйста, этот ритуал, надеюсь, не был нарушен со входом Зюганова в Мавзолей, со возложением цветов, с принятием в пионеры юных несмышленышей на Красной площади. Но главный мой вопрос в другом. Вот на последних митингах коммунистических, которые мы видели не так давно, солировал в Красном Петушке, если мы помним, Валерий Рашкин. А Зюганова не было. И многие заговорили о том, что что-то в Компартии происходит такое, что Геннадий Зюганов отходит на второй план, а вот такие более амбициозные провинциальные лидеры, такие как Рашкин, они больше комментариев дают сейчас, более открыты к прессе. И что речь о каком неком, ну не то что перевороте, но смене лидерства в КПРФ. Вот сегодня, судя по расстановке депутатов, коммунистов, по тому, кто во главе Клина вот этого стоял, можно было о чем-то подобном догадаться или нет? Ну, надо сказать, что все традиции сегодня также были соблюдены. И принятие в пионеры, и, соответственно, посещение Мавзолея, и поклон перед, по-моему, и другим, и другим, лидером Советского Союза. Ну, надо сказать, что Геннадий Андреевич Зюганов сегодня был весьма бодрый, как я говорил, он был в компании 16-летней девушки, с которой мило очень общался. В целом же говорил достаточно уверенно, ну, пару раз, наверное, оговорился. Лишь такие моменты я замечал, например, сказал о том, что в ближайшее время будем отмечать 9-й победы день. Ну, вот такая, по всей видимости, оговорка. Но в целом он сегодня был действительно лидером КП, никто в этом не сомневался. Он очень активно беседовал с теми, которые пришли на Красную площадь. Но вот до украинского посольства он, тем не менее, не дошел. Кстати, нет, здесь и Валерия Рашкина, какие-то другие представители Компартии сейчас выступают. Ну, и, вот, соответственно, ругают власти Киева за ту политику, которую они проводят в последнее время. Павел. Да, спасибо, Владимир Роменский. Вместе с коммунистами сегодня следуют традиционному маршруту в день рождения вождя. Но добавился новый пункт. Это, конечно, украинское посольство. Дело в том, что Украина недавно запретила коммунистическую символику, в том числе и портреты Владимира Ленина. И там происходит Ленинопад. В некоторых случаях, например, в Николаевской области постаменты от памятников Ленина используются для создания неких укреплений против террористов. Об этом сегодня сообщает информационный агентство. Так или иначе, Ленин всегда полезен и в качестве статуи, и в качестве постамента. Потому что памятники Ленину ставились надолго. Ну, а сейчас время нашей традиционной рубрики «Медел».